Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш трехдневный марафон. И сейчас я хочу представить нового старого спикера, всем хорошо известного, Моти Кристалла. Хочу начать словами из советской песни. Кто не знает Мотю, Мотю знает каждый. Вообще это символ, хотел сказать секс-символ нашей школы. Человек в черном, всегда элегантный. Человек, который может вытрясти из каждого из нас не только душу, но и деньги. Чем он занимается периодически. Человек, который имеет большой опыт работы в переговорах, участие в переговорах с заложниками, но при этом говорит, что переговоры с бизнесменами идут гораздо тяжелее, чем переговоры в случае захвата заложников. При этом он применяет этот опыт уже в наших последних курсах. И его модуль по переговорам проходит сейчас в коттедже, где он держит людей до двух часов ночи. Так что если вы этого не испытали, у вас есть такая возможность. Кроме того, судя по тому, как он быстро решает сложные технические вопросы в Израиле, он по-прежнему близок с тамошними спецслужбами, что тоже важно для нашей школы. Ну и закончить я хотел словами, которые Моти как-то сказал о том, как началась его карьера. Он сказал, господин Рубинштейн, можно я понесу ваш портфель? С тех пор Моти очень популярный человек и большое количество глав компаний, в том числе международных, ждут очереди для того, чтобы Моти мог провести сессию для руководства их компаний. Итак, встречайте, Моти Кристал. Для меня большое удовольствие быть с вами здесь, видеть так много знакомых лиц. только хочу попросить вас сразу об одном одолжении. Когда вы говорите привет, и вы, значит, я вам улыбаюсь, пожалуйста, представьтесь, потому что я все имена не запомню. Я понимаю то, что вы сказали. Если бы мои родители были здесь, мой отец был бы очень счастлив, и мама, наверное, бы вам поверила. Ну что ж, вот я вышел на эту сцену, и речь идет о расширении ЗОПа. Дип-дайв – это глубокий нырок такой, нырок на глубину. Мои студенты, коллеги и мой друг, Максим Фельдман, его сейчас здесь нет, он наблюдает за Шаббатом, за соблюдением Шаббата. И когда мы обсуждали эту сессию, он сказал, Мотя, поделись своим политическим и военным опытом. Не так как бы мимоходом, а вот сосредоточься на этом. Пусть наши выпускники поймут, в чем заключается глубина переговоров, что нужно думать при переговорах. Это хорошая задача. Честно говоря, я рад сделать это вот перед выпускниками именно здесь, а не в рамках какого-то открытого мастер-класса, потому что мы с вами знакомы, и вы знаете, что вы можете поднять руку, в любой момент задать ваш вопрос и не ждать до конца моей лекции, когда наступит время на вопросов и ответов. Значит, что же такое ЗОПА? Это не то, что вы думаете. ЗОПА – это зона возможного соглашения. У меня были переговоры с Анной и Катей по поводу названия. Они хотели вот это вот расширенное ЗОПА, в поисках ЗОПА. Не бойтесь найти ЗОПА. Вот такой вариант предлагался в качестве заглавия. Давайте дадим контекст. Я начал мою карьеру, как сказал господин Шаронов, в 1994 году я был молодой адвокат в Министерстве обороны. Это было время, когда мы думали о мире на Ближнем Востоке. я был там переговорщик между Израилем и Иорданом. Вот это судья Рубенштейн. И я сказал, что я хочу понести ваш портфель. Позвольте мне понести ваш портфель. Он сказал, ну, у нас вообще так не принято. Но он направил меня к карьере, и я в итоге стал его помощником. Когда как раз велись Израиль и Иорданские переговоры, я служил у четырех премьер-министров в Израиле. Я был молодой переговорщик с Иорданией в 1994 году. Было заключено мирное соглашение. До 2000, до 2001 года я там работал, когда Израиль и Палестина провалили в Кемп-Дэвиде мирные переговоры. Это был 2000 год. Я был в сердце, так сказать, наиболее чувствительных политических переговоров. И как переговорщик, это, конечно, я, ну, сильно переживал, что так получилось. Потому что политические переговоры на высоком уровне проводятся не так, как проводятся структурированные бизнес-переговоры, но не так, как я предполагал. Будут вести переговоры мои студенты после моего курса, они будут тщательно подготовлены. Люди считают, что переговоры – это принятие решения. И вот мой первый слайд был, это переговоры. Они, так сказать, не по поводу что, а они по поводу как. И в итоге я очень много работал в плане обучения людей в бизнесе, в правительстве, в армии. Переговоры – это управляемый процесс. Это не просто вы приходите, начинаете торговаться, немножко и всё, и потом идёте домой. Нет переговоры – это процесс, там он состоит из многих элементов. В 2002 году у меня была возможность контролировать существенно очень интенсивный переговорный процесс в Вифлееме. Значит, вот вопрос, что же делать, если нет этой самой ЗОПа, зоны возможного соглашения. Да. ПОДПИСМЕНТЫ They were after the terrorist suspects hiding inside. To storm the church would provoke outrage. The Israelis were determined not to damage the buildings. They had to resolve the crisis through peaceful negotiations. Opposite the church, the army had set up headquarters in what had been the Bethlehem Peace Centre. The operations room was behind closed doors at the top of the building, out of bounds to most of the troops. From here the church compound and surrounding streets were monitored around the clock. Secluded behind screens, in a room within a room, was the Israeli negotiation team. Most of the negotiators were army reservists, professionals in a range of disciplines, all experts in crisis management. They were led by Lieutenant Colonel Lior. It had taken two weeks for them to find someone to negotiate with. Now there were regular meetings with a local Palestinian delegation, led by a man called Salak Tamri, a former PLO commander. We agreed that there are two taboos. The palestinians would not agree to impose deportation. We would not agree to send them to the Israeli chain. And Israel, on the other hand, would not agree to go to Gaza. I mean, they would have to pay. They would have to be investigators. So, this is the case. Well, this is, so to say, our case. 250 palestinians. Approximately 40-50 of them are called terrorists. It's, you know, terrorists. They are barricaded inside the church. And this happened one year before the Nordost church was in the United States. And Israel cannot break into the church. We are in the state. We are, of course, in the state. We are a lot of crazy things. But the seven years they blame the Jews for Jesus. They don't want Jesus. We don't want to be with the Christian world. We have another problem. So, in operation, in operation, in operative, in the church, we could be great in the church. It's a very sophisticated military relationship. It's a very sophisticated military relationship. But in political relationship. This is where a country faces a situation, that the power will cause more damage, than the польз. And the palestinians, inside the palestinians, there are 250 people, belong to various various, They belong to the terrorist groups, and they feel very comfortable, because they know that Israel will not break into the church. They said to themselves, let's go, 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 let's go. The palestinians will be deported. If you decide, if you are deported, or you go to the Israeli prison, or you go to the Israeli prison. Палестинские поговорщики сказали нет, нет и нет. Палестинцы не будут депортированы. Палестинцы не пойдут в израильскую тюрьму. Мы остаемся здесь. Помните игру, которую мы играли в классе со 100 евро? Давайте еще раз. Выберите партнера, кого-то из коллег в пару. Давайте разбейтесь на пары, пожалуйста. Разбейтесь на пары, но не с сыном, конечно, а вот лучше, так сказать, с лучшей половиной вашей. И решите, кто номер один, кто номер два из вас. Вот кто из вас номер один, кто из вас номер два. Номер один поднимает руку, пожалуйста. Отлично. Спасибо. Спасибо президенту Владимиру. Мы дадим сейчас каждому из вас 100 евро. 100 евро, если вы договоритесь с номером два о том, как поделить эти 100 евро на двоих. Это не переговоры. Так, вы, значит, думайте, подумайте, сколько из этой сотни вы предложите номеру два. Потому что номер два вы можете сказать только цифру. Количество евро, которое вы ему передадите. Ему или ей только цифру. Не улыбаться, не водка вечером. Просто дайте цифру. Если номер два говорит «Да», вы получаете деньги. Если номер два говорит «Нет», вы не получаете деньги. Если номер два говорит «Нет», у вас нет второй попытки. Если он говорит «Нет», вы не спрашиваете, почему. Все, вы потеряли эти деньги. Понятно? Отлично. Номер один предлагает номеру два сумму, часть из этих 100 евро. Да, да, нет, нет. Отлично. Договорились? Отлично. Окей. Сколько из вас, те, кто сидели в моем классе, забыли эту игру? О-о-о-о. Ну, хорошо. Сколько 50 на 50? Да. 50 на 50. Окей. Это неинтересно. Кто сказал «Да» по отношению к другой цифре? Вот на какую цифру вы сказали «Да»? Один. 100 евро. Вы предложили ему 100 евро. А как дальше? Еще. Сколько вы на что сказали «Да»? 49. Ага. 51. 51. Кто сказал «Да» на 30? Ага. Кто сказал «Нет»? Кто сказал «Нет»? Хорошо. Сколько? Сколько? 40. 40. 35. Вы сказали «Нет» на 60? Это ваша жена, да? Понятно. Это кризисные переговоры. Кто сказал «Нет» на 35? Андрей. Андрей. А, значит, вы идете по улице. Андрей, вам говорят «Вам хотите 35 евро?» Вы говорите «Нет». Господин, который сказал «Нет» на 40. Ваше имя? Юрий. Юрий. Вы идете по улице, вам говорят «Юра, хочешь 40 евро?» Вы говорите «Нет». Но почему? Почему? Андрей, почему? А, вы хотите 50? Но вам не предлагают 50, либо 35, там, либо 0. То есть, вы сказали «Нет» на 60. Вот вы, да? Как вас зовут? А, вы что сказали? Не надо такого великодушия, да? Вы поэтому отказались. Он француз, да? А, вы друзья. Прошу прощения. То есть, вы что, боялись, что вам это дороже обойдется в итоге, да? Я понимаю, как женщины вообще думают в такие минуты. Ну, что ж, переговоры с женщиной, это, конечно, вообще тяжелая история. Значит, «Нет» на 45, «Нет» на 40, Юрий и Андрей, им деньги не нужны. Им что нужно? Справедливость. Им нужна справедливость в отношениях, чтобы было равенство. Кто предложил 51? Кто-нибудь сказал «Нет» на 50? Вы сказали «Нет» на 50. На 51 вы сказали «Нет». У меня есть дополнительная кровать в моем помещении, приходите. Вам предстоит тяжелый вечер. Кто-нибудь сказал «Нет» на 50? Вы сказали «Нет» на 50. А почему? А вы 100 или ничего? А потом, подойдите ко мне, пожалуйста. А ваше имя какое, коллега? Кэти и Толя. Толя предложил Кате 50, потому что он считает, что 50 на 50 – это справедливо. А Катя говорит «Нет». Почему? Ведь Катя, что ей надо? Ей деньги нужны? Нет. Ей нужна сила, власть. Вот Юрий и Андрей, их интересует равенство и справедливость. Катю интересует сила. И еще есть у нас такие, кто предложил 51. Их, конечно, интересуют деньги. Им не нужно эго. А зачем мы сыграли сейчас в эту игру? Потому что самый важный элемент в мире переговоров – это понимать позицию и интересы. Разница между позицией и интересами. Позиция – это то, что я хочу, что я хочу. Нет, на 40 – это моя позиция. Нет, на 50 – это моя позиция. Интерес – это чтобы мы были на равных, чтобы мы проецировали силу в ходе переговоров. Много раз мы получаем «Нет», потому что мы выражаем нашу позицию. «Я хочу, чтобы вы ушли из бизнеса». Нет. «Я хочу, чтобы вы мне дали дискаунт». Нет. «Я хочу, чтобы мы развили рынок на Индию». Нет, пусть будет в Китай. Как переговорщик вы всегда должны смотреть на интересы. Когда мы пришли в эту церковь, палестинцы сказали «Нет депортации, нет тюрьмы». И когда израильтяне сказали «Да депортации, да тюрьму», значит нету нашей зоны соглашения между позициями. Позиции разные. Но потом мы начали говорить с ними. И мы поняли, что позиции Израиля – террористы идут в тюрьму, террористы депортируются. Палестинцы нет в тюрьме, нет депортации. Мы – мученики. Мы лучше взорвем себя внутри этой церкви, потому что это повредит Израилю. И это будет отлично. Мы готовы умереть. Мы – мученики. Мы готовы совершить самоубийство. Наша жизнь ничего не стоит. По крайней мере, с нашей смертью мы породим конфликт между Израилем и остальным миром. Потому что Израилю это очень дорого обойдется. Палестинцы взорвали себя в месте, которое дорого христианам. И вот мы начинаем переговоры, а этой самой зопы у нас нет ничего. У палестинцев, по сути дела, лучшие альтернативы, чем у нас. Они готовы умереть. А Израиль не сможет взять церковь штурмом из-за международного положения. Но что же представляют собой интересы? Как переговорщики мы говорим, хорошо, нет депортации, нет тюрьмы. Да, депортации, да, тюрьмы. А интересы – это позиция. А интересы – мы начинаем вести переговоры. Мы говорим, принцип Израиля – террористы не должны чувствовать себя в безопасности нигде. Например, министр Шарон говорит, мы ведем военную кампанию, и террористы не должны чувствовать себя в безопасности нигде на западном берегу Газа, где террористы будут в безопасности. Это принцип номер один в борьбе с террористами. Террорист – это смертный приговор им. И вы попадаете либо в тюрьму, либо отправляетесь к Аллаху. Во-вторых, террористов здесь не должно быть. Мы не хотим, чтобы они вели тут какую-то деятельность на западном берегу. Мы хотим закончить кризис без ущерба. Потому что, ну что в конце концов, террористы, они уже не так важны, но все-таки нужно обойтись без ущерба, и нужно минимизировать какие-то травмы. Потому что все-таки два автомобиля взорвались в компаунде, и жизнь израильских солдат стоит гораздо больше, чем жизнь террористов. И мы их потом поймаем. Интересы палестинцев не сдаться израильской армии. И вот мы ведем такую борьбу. Им важно, чтобы их не депортировали. Они хотят, чтобы Израиль отошел, отступил. Нужно освободить Израиль, нужно освободить Вифлеем, и нужно закончить осаду для, так сказать, жителей Вифлеема. И, конечно, нужно закончить эту осаду. Теперь давайте посмотрим на интересы. Не на позиции. Что мы видим? Интересы, оказывается, не конфликтуют. Что же происходит здесь? После трех переговоров с нашим палестинским коллегой, мы военные вели переговоры, как мы можем найти выход из этого положения. Вот мы двое военных. И тогда мы сделали что-то, то, что люди вообще-то в таких кризисных ситуациях не делают. Мы сказали, давайте проведем такой мозговой штурм. Вы понимаете наши интересы, вы понимаете наши интересы. Давайте произведем мозговой штурм. Палестинский переговорщик сказал предложение, которое я запомнил. Он сказал, что значит варианты мозгового штурма? Творческие какие-то идеи, да? Например, что мы пошлем Магомеда, чтобы он был нашим послом на Карибских островах. То есть, одного из его террористов он предлагает послать послом на Карибы. Когда кто-то предлагает хорошую идею, вы говорите, добавьте еще что-нибудь, развейте вашу мысль. У вас есть другая мысль? Да, мы можем Ибрахима, Ибрахима послать, чтобы он получил, закончил свое образование в Европе. Он уже 8 лет отучился, мы спрашиваем. Нет, он не учился. Нет, у него уйдет много времени на эту учебу. И тут мы поняли, что их главный переговорщик понимает идею. И мы стали искать выход, который можно назвать уже не депортацией, а можно назвать добровольной высылкой. Это значит, что Израиль никого не депортирует, а не добровольно уезжают из этой территории в Европу. Это не шутка. Потому что эти люди, вообще-то они там живут, для них это важно. Итак, между этими двумя этими табоузами, у них есть очень маленький паттер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не хочу сказать, что эта зона есть всегда, но когда вы начинаете вести переговоры, и люди вам говорят 40, а кто-то говорит 140, значит, нету этой зоны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это легитимно. Я сейчас не говорю о хакинге, не о том, что вы проникаете в чью-то электронную почту. Нет, нет, все, что легально. Это разведка, бизнес-разведка, которая анализирует, профессионалы этим занимаются, и вы можете много узнать о людях, с которыми вы ведете переговоры, что представляют собой их реальные интересы. Второй, прямой контакт. И третье, косвенный контакт, косвенная коммуникация. Это когда вы говорите с посредниками через каких-то промежуточных лиц. Если я веду переговоры с Владимиром... Я не буду спрашивать Владимира, сразу же скажите мне, пожалуйста, каковы ваши интересы. Я попрошу Юрия, который хорошо знает Владимира, других людей спрошу, расскажите мне больше, пожалуйста, о том, что нужно Владимиру, что его интересует. Я буду задавать вопросы, и вот эта косвенная коммуникация мне очень поможет. Когда мы общаемся напрямую, можно извлечь массу удивительных уроков. И Российские службы безопасности в 2003 году, там очень просто. Ты приходишь на встречу и говоришь, Олег, у нас с тобой конфликт, чтобы спасти энергию, затраты на юристов. Скажи мне, что тебе на самом деле нужно? Я думаю, что это очень трудно, и это очень трудно, но, тем не менее, можете достичь хороших результатов при такой вот прямой коммуникации. У медведя есть список животных, которые он хочет съесть. Тебе об этом известно? Правда, что у тебя есть список животных, которые хочешь съесть? Есть такой список. Я в этом списке? Конечно. На следующий день. Съеден. А правда, что у тебя есть список животных, которых ты хочешь съесть? Есть. Я в этом списке? Да. Съеден. На следующий день. Медведь, я в твоём списке. Да, кролик. А ты можешь меня вычеркнуть? Конечно. Никакой проблемы. верная коммуникация в нужный момент дает тебе гарантию вот это конечно очень смешно очень трудно практиковать вы подходите к бизнес-партнеру который вас предал но вы так считаете что он вас обманул надул вы приходите к кому-то кому вы не доверяете и задаете прямой вопрос это нелегко но хочу вам сказать что если вы начинаете такой разговор вы вы задаете прямой вопрос и увидите какие могут быть удивительно положительные результаты это беслан жуткий теракт 2004 году версия которая известна мне но я не знаю всего но после норд-оста кто-то из моих коллег общался с кем-то из ваших коллег и был задан вопрос почему не вели переговоры в норд-осте а ответ был мы с террористами переговоров не ведем мы сказали что переговоры не значит соглашение когда вы ведете переговоры когда вы ведете диалог конечно в кризисной конфликтной ситуации вы многое узнаете не нужно прийти к соглашению но у вас уже завязался диалог вы ведете переговоры вы можете собрать информацию вы можете что-то узнать вы можете что там у них чем-то манипулировать вы можете использовать какую-то другую психологическую технику почему же вы даже не захотели с ними поговорить с этими террористами и российские службы безопасности 2004 году в беслане они попытались спасти большое количество детей и в конечном итоге были совершены тактические ошибки отсутствие координации и все это кончилось плохо не было точной координации чеченские террористы решили что это началась военная операция хотя там люди пришли забрать раненых и началась стрельба и последствия были тяжелейшие но с точки зрения переговоров было существенные изменения к в лучшую сторону то есть провести эти переговоры даже с теми людьми которых ты предпочитаешь убить переговоры и я сейчас скажу это так же как в израиле переговоры это не слабость переговоры это это платформа для того чтобы реализовать ваши интересы кнут и пряник да так вы по-русски говорите кнут и пряник надо подать пряник а не кнут переговоры это не слабость многие из моих студентов приходят ко мне после курса спрашивают по поводу конфликтов в бизнес переговоров я говорю контактируйте коммуницируйте не напрямую пожалуйста пусть косвенно в суд мы всегда успеем пойти мы всегда успеем воспользоваться какими-то другими методами не переговорными методами я не против стрельбы как израильтянин когда речь идет о террористах вы говорите либо стрелять либо разговаривать если вы сначала стреляете может быть вам не с кем будет разговаривать поэтому сначала давайте поговорим умно конечно если это не сработает но тогда прибегаем к альтернативе 2002 году мы идеи имели дело с этим священником через 13 лет я работал с ним когда я предложил себя вести переговоры от имени христианской школы против израильского министра образования в прошлом году было прошлом сентябре христианские школы сражались министерством образования по поводу бюджета и я сказал я буду представлять христианские школы против а министерства образования израиля Не как бизнесмен, а как такая будет нравственная позиция. И кого же я вижу? Я вижу того самого, кто вел переговоры в 2015 году. Слово, так сказать, находит свой путь. Будь вежлив с людьми. Мало ли, когда тебе с ними предстоит встретиться. Итак, эффективная коммуникация от позиций к интересам. Анализируй и разрабатывай альтернативы. Предлагай варианты и создавай обязательства. Это ключ Гарвардского метода, который хорошо известен. Я его преподаю, я его практикую. Мы работаем по такой схеме. Но есть один момент, когда я отхожу от американской концепции в переговорах. Это, кстати говоря, если вы хотите почитать еще что-то про эту историю, и вот она есть, она существует. Так вот, вот, концепция доверия. Как мы можем доверять нашим врагам? Мотти, ты говоришь, что я с ним должен разговаривать, вести переговоры. А с кем с ним? С этим человеком, который украл мой бизнес. Я должен вести переговоры со страной, с которой мы воюем. В Сколково я приобрел очень интересный опыт. Государственная компания, есть у нее возник конфликт с другой компанией. Большой бизнес-конфликт. Мы часы проводили, и я убедил президента компании послать его главного инженера туда, чтобы поговорить. И вы бы видели лицо президента, когда он сказал, Мотти, это сработало. Мы начали переговоры, и теперь мы будем уже продвигать то, чего мы хотим. Но что делать с людьми, которым вы не доверяете? Мы не можем. Вот американский профессор говорит, нужно строить доверие. Я не строю доверие. Я не буду доверять палестинскому переговорщику. Дело не в доверии. Дело не в доверительности. Можно вести переговоры и до чего-то договариваться. Можно вести переговоры. Договариваться с бизнес-партнером, который вас предал. Можно вести с ним переговоры и до чего-то договариваться с вашей женой. Даже если есть что-то о разводе, вы можете вести переговоры с профсоюзами. Даже если вы хотите застрелить представителя профсоюза, потому что он нагрел вашу компанию на 50 миллионов евро, ну и это, так сказать, такой итальянский стиль, и вы можете вести переговоры с вашими политическими врагами, даже если вы им не доверяете. И почему? Потому что не надо доверять доверию. Еще одна история, в которой я имел прямое отношение. Мен, тысяча пленных палестинцев на одного солдата. Кабинет министров и премьер Беньямин Нетаньяху одобрили освобождение заключенных из тюрем. Взамен на родину отправится капрал Гелад Шалит. Он был захвачен пять лет назад боевиками движения Хамас в секторе Газа. Евгений Эрлих передает из Израиля. Какую цену готово заплатить израильское общество, чтобы спасти рядового Шалита? Это самый больной вопрос для Израиля все последние пять лет. Теперь страна знает ответ. Правительство готово выпустить на свободу более тысячи палестинских заключенных, половина из которых была осуждена пожизненно. То есть эти люди признаны судом, как террористы и убийцы. Но жизнь одного еврея решили израильские политики дороже. Это большой шаг вперед на пути к освобождению Шалита. Он все еще там в руках Хамас. Но мы надеемся, что если мы останемся сдержанными, скоро он будет со своей семьей. Отец Гелада Шалита в борьбе за сына исколесил пол Европы, побывал во всех штаб-квартирах и встречался со всеми высшими сановниками современного мира. Но в мире мало кто верил, что переговоры по израильскому солдату завершатся успешно. Считалось, что Израиль рядовых на генералов не меняет. Мы просим поддержать и поблагодарить премьер-министра за его смелое решение. Он второй премьер-министр с тех пор, как Гелад взят в плен. Прошло много времени, но в конце концов вопрос с обменом решен. Это удивительно. Мы чувствуем себя действительно сильными и счастливыми. Это момент, в котором мы ждали более пяти лет и молились. Гелад скоро вернется домой. Все пять лет жизнь Гелада висела на волоске. Вопреки международным законам, к пленному солдату ни разу не были допущены сотрудники Красного Креста. И до сих пор официально неизвестно, а жив ли он вообще. Официальный Иерусалим решил, что больше медлить нельзя. Это была очень сложная и болезненная сделка. Но хорошо, что нам удалось ее заключить сейчас. Сделка по Шалиту расколола израильское общество. С террористами, считают многие израильтяне, нельзя вести переговоры. Хороший террорист должен сидеть в тюрьме. Эта сделка принесет больше жертв в регион. Похищение солдат продолжится. Хамас сегодня празднует победу. В секторе Газа народное ликование. Израиль пошел на невиданные уступки. Это победа. Мы поздравляем палестинский народ с этим историческим событием. Наконец-то наши герои возвратятся на родину, в свои семьи. Давайте подготовим достойную встречу. Сектор Газа уже готовится к встрече национальных героев. А палестинка Умхам Саламе теперь мать-героиня. Домой должны вернуться сразу два ее сына. Каждый убил по несколько десятков израилетян. Евреи дали Хасану 48 пожизненных заключений, каждый из которых 25 лет. Они сказали, что даже если он умрет, нам не отдадут его тело. Слава Богу, Хасан вернется живой и здоровый. Руководство Хамаса заявило, что теперь оно точно знает, как добиться освобождения всех палестинцев. Сценарий освобождения уже отработан. Евгений Эрлих, Вечлаф Книжин, специально для Пятого канала, Израиль. Но я не буду сейчас говорить о «что», о сделке об этой. Потому что это очень трудно объяснить вам здесь, почему страна готова освободить тысячу палестинских заключенных в обмен на одного солдата. Это что? Это не профессиональный разговор, а разговор, основанный на ценностях. В принципе, я готов поговорить с вами об этом за пивом или за водкой. Потом. Но давайте поговорим о как, о процессе. Американская концепция – это концепция доверия. Мои коллеги в Гарварде говорят, создание доверия – это критически важно для проведения любых переговоров, потому что у любых переговоров есть риск и неуверенность, и доверие вам помогает. Я говорю «нет». Мы можем вести переговоры и в обстановке, где доверие сведено к минимуму. Это среда, в которой есть три элемента. Во-первых, это прошлое, прошлые жалобы, взаимный ущерб. Моя жена меня ударила, или она мне изменила. Мой бизнес-партнер разорил мой бизнес. Эти террористы убили детей. Как можно этому доверять? Это в прошлом. А сейчас нет конструктивного поведения. Я не буду с тобой разговаривать. Увидимся в суде. Я взорву твою машину. Это неконструктивное поведение. Да, в настоящем. Почему? Из-за прошлого. Но, тем не менее, нет доверия. А в будущем мы ведь, тем не менее, как-то связаны. Вы можете развестись с вашей женой. Но вы от нее никуда не денетесь, потому что есть дети ваши, и, соответственно, вы отец и мать. Есть будущее какое-то. Мы бы хотели всех палестинцев позвать в Нижний Водворск, если я правильно говорю. Но это не получится. Мы связаны. Бизнес-партнеры, которые сражаются, они хотели бы разделиться и больше друг друга не видеть. Но у каждого есть столько бизнес-секретов о друг друге, что они связаны, и стоимость не сделки будет очень высока. Нужно как-то договориться. Как вести переговоры в такой ситуации? Ну, во-первых, вы должны понять, что есть эта ситуация. Во-вторых, как попасть в зону этого возможного соглашения без доверия? Три элемента. Во-первых, свобода ненавидеть. Второе, уважение доверять процессу. Это третье. Первое, это чисто эмоциональная штука. Вы должны жить с пониманием того, что вы можете ненавидеть другую сторону. Люди часто пытаются провести какие-то переговоры, использовать посредника. Он убил твоего брата, он изнасиловал твою жену. Может быть, вы поцелуетесь и обниметесь? Вот процесс, так сказать, примирения. Давайте любить друг друга. Ну, не получается. Я могу прийти к соглашению с Хамазом, когда речь идет об освобождении Гилад Шалита. Он возвращается домой. После этого мы будем снова думать о том, что должно случиться с террористами. Он был убит несколько месяцев спустя. Вы можете ненавидеть человека, который причинил вам боль. Это законно. Адвокаты, миротворцы, особенно в западном мире, они говорят, ну, как-то договоритесь, снова станете друзьями. Нет. Договориться-то мы можем, но мы остаемся в состоянии ненависти друг к другу. Второе. От доверия к уважению. Вопрос к вам. Можете ли вы доверять человеку, которого вы не уважаете? Можете ли вы доверять кому-то, кого вы не уважаете? Бывает, да? У вас есть сотрудники, которых вы не уважаете. Не думайте, что они достаточно умны, но вы им все-таки доверяете. Они лояльные сотрудники. Вы их не уважаете при этом. Ну, вот они, так сказать, есть ничего, пусть работают, пусть работают. Бестолковый, но ничего. И профессионально вы их не уважаете, но вы им доверяете. Они работают с вами. Уже там, бог знает, сколько лет. Можете ли вы уважать кого-то, кому вы не доверяете? Конечно. Мы не можем не уважать, не доверять нашим врагам, но мы их уважаем. Многие израильтяне, они не доверяют президенту Путина из-за Сирии, там Хизбаллы и так далее, но они его уважают как лидера. То же самое и в Америке, кстати говоря. Потому что вы можете доверять человеку, которого не уважаешь, и наоборот. Значит, доверие и уважение это разные концепции. И когда вы ведете переговоры в обстановке недоверия, мы и с палестинцами, и с Хамазом мы вели переговоры. Мы показывали им уважение. Мы не игнорировали то, что они говорили. Мы с вниманием относились к их словам, демонстрировали уважение, хотя мы им не доверяли. Это совершенно разные вещи. Третий момент это доверие в процессе. Доверие в процессе. Это очень важно в кризисных переговорах, в переговорах по заложникам. Вы не доверяете ему. У кого дети в заложниках, 30 детей в заложниках, он с двумя пистолетами, да? Но вы пытаетесь как-то разработать процесс переговоров, чтобы вы вместе как-то что-то выстроили, и вы что-то вместе созидаете в процессе. И в этом смысле вы как-то должны доверять друг другу. процесс должен быть... Ему должны помогать. Вам нужен третий человек, медиатор, третье лицо. Позвольте вентиляцию, воздух. Люди нагруженные приходят. Ты мне столько зла сделал, и я теперь буду тебе говорить, какой ты негодяй. надо выпустить пар. Вы выпускаете пар, и ваш гнев... Не нужно делать все быстро, мгновенно. Выпустите пар. Признайте прошлое. Что нет в русском языке слова acknowledge, признавать прошлое, да? Смиритесь с прошлым. Это не значит, что мы договорились, но мы это признаем. Я понимаю тебя. Я знаю, что я плохо с тобой поступил. Я не сожалею об этом. Я не извиняюсь за это. Я просто понимаю, что мои действия причинили тебе ущерб. Это вам тут не эмоции. Я вас уважаю. Я признаю то, что произошло. Я об этом не сожалею, опять-таки. Следующее. Внешние гарантии. В церкви мы договорились, и через две недели возникли международные гарантии. Гелат Шалит. Много стран участвовали в том, чтобы гарантировать сделку с ним связанную. Дайте время, но не очень много. Вы деловой человек. Время – деньги. И что там вести переговоры в восстановке недоверия. Но это такой умственный процесс, когда люди из, так сказать, точки «я хочу тебя убить», переходят в другую идею. Я готов заключить соглашение с этим человеком, хотя я не рад, я не счастлив. Значит, дайте время, но не очень много. Ну, ладно, давайте будем закругляться, и потом ваши вопросы. Презентацию могу вам прислать. ЗОПа может существовать на глубине. Она где-то есть. Она не всегда очевидна, но ее можно найти. Я шесть лет прожил в России, и мы заключали соглашение с людьми, когда люди говорили, невозможно договориться, невозможно. Внутри компании, с другими компаниями. настаивайте на том, чтобы искать эту зону возможных соглашений. Будьте настойчивы. Я переговорщик. Я говорю, да, мы можем поговорить вместе, дайте мне день, два, месяц. Мы используем наши разведданные, что-то узнаем. Если у вас есть другая альтернатива, прекрасно, можно вообще без переговоров обойтись, но если надо вести переговоры, ищите зону возможного соглашения, даже если нет доверия. Все, вопросы? Я думаю, вывести ему вот эту, нас, по-балбию. Пожалуйста. спасибо за вашу лекцию очень интересно я александр экзекьютив mba номер три вопрос о силе переговоров то что вы описали показывают что есть некая равновесие между сторонами но бывают случаи когда не тебе нет нет основания для переговоров ты в проигрыше и ты как бы не можешь получить условия которые тебе выгодны какие тут могут быть инструменты спасибо александр спасибо за вопрос тут есть 4 стратегии давайте пройдем быстро по этим стратегиям если у тебя не хватает силы для переговоров помните 41 40 вы помните что мы говорили эту игру да развлечения с молоти посмотрите ваши записи 4 стратегии если у тебя нет силы что делать да если у тебя не сильная позиция во-первых надо поменять ситуацию поменяйте отношение между ценностями например это важно во внутренних переговоров вы приходите к боссу и говорить в босс третий раз вы обещаете повысить мне зарплаты но вы этого не сделали ну хорошо у вас есть сила но что это говорит о нашей компании три раза вы мне обещали не выполнили обещание то есть вы меняете разговор от силы к отношениям к ценностям это во первых во вторых вы говорите с могущественными людьми о том как они используют свою силу это в основном урок для закупщиков закупщиков у них много возможностей они могут выбирать купим здесь купим там и закупщики в ходе переговоров они говорят давайте скидку давайте скидку и их партнер как бы общаясь с ними как бы снизу а можно сказать хорошо я дам вам скидку но я может быть и пойду на это но будут тогда последствия так что дайте мне немножко воздуха немножко прибыли немножко выгоды вот я с абуна и брагим венди можно же потом еще встретиться вы говорите с могущественными людьми о том как они используют свою власть свою силу то ли они очень жадные то ли они готовы с вами о чем-то договориться так чтобы вы не были полностью уничтожены третья коалиция никто не ведет переговоры в одиночестве существуют сложные системы вам нужен кто-то клиент поставщик какой-то человек из правительства какое-то ведомство какие-то люди организации создать коалицию для этого нужно какое-то сотрудничество выйдите в правительственные агентства какие-то фармацевтические компании московский муниципалитет через интернет кого-то найдите какие-то компании которые могут вам помочь это третье и четвертый контроль за процессом практический совет слабой стороне инициируйте процесс переговоры это не слабость помните у вас нет силы и вы идете к сильному и говорите я хочу провести встречу зачем потому что мне кажется что это хорошая мысль это практический совет который мы даем новым компаниям которые хотят выйти на рынок мы слабые как мы можем прийти к большому клиенту организуйте говорим мы семинар организуйте какой-то день информационный представьте новую технологию какую-то автомобильную промышленность организуйте свои там чубчик точка ком шакой чубчик новая компания вы через сеть выпускников на можете провести семинар полдня тогда кто-то уже говорит ой я пойду на этот семинар то есть таким образом и контролируете процесс вы инициируете какую-то идею и не поддаетесь могущественным вот четыре стратегии много раз сила это на самом деле в восприятии этим а можно манипулировать по поводу того силен ты или слаб и вы сказали что в этой ситуации было равновесие сил потому что иногда мы говорили что израильтяне сильнее или палестинцы или там было равновесие сил действительно да сергей калтович мотти последние пару лет много важных событий произошло на земном шаре как профессиональный переговорщик как бы вы оценили как профессиональный переговорщик ни о чем другом я не спрашиваю так вот как вы бы оценили результаты российских переговорщиков высших переговорщиков они удачно ведут переговоры или они проигрывают пожалуйста расскажите нам об этом следующий вопрос 6 лет сколковой сереже но я в эту ловушку не попаду вы что хотите чтобы я тут сейчас вот перед всеми на этот вопрос отвечал сереже есть такое выражение человек который морочит голову ему голову не заморочишь следующий вопрос я наташа практикум 7 есть ли возможность проведения переговоров если другая сторона не хочет даже с тобой разговаривать и не считает что в этом есть какой-то смысл это замечательный вопрос наташа фактически спрашивает как вести переговоры с тем кто не хочет с тобой вести переговоры человек пришел к зубному врачу сел в кресло приходит зубной врач сбор машиной как только он покасается к его зубу он хватает его за яйца доктора и говорит доктор мы же больно друг другу не сделаем правда что ответить на ваш вопрос это уже так сказать не сфера переговоров давайте расширим эту сферу кнут и пряник разные инструменты системный вид кто-то не хочет вести переговоры вы спросили один раз спросили второй раз они не хотят вести с вами переговоры спасибо вы отошли в сторонку либо вы находите того кто может повлиять на этого говорите с боссом говорите с каким-то основателем с финансистом с кем-то кто может на этого человека повлиять нужно сказать я хочу поговорить это же не запрещается пять лет назад был конфликт между министерством финансов израиля и профсоюзом каким-то местных властей министерство финансов говорит о чем мы с ними будем говорить они там какие-то демонстрации проводят по всей стране говорят нам дайте бюджет дайте нам бюджет правительство убивает муниципалитеты а потом спросили на что вы хотите мы хотим чтобы министерство с нами поговорила они сказали а что у вас есть ничего мы бедные мы нищие мы слабые у вас есть какой-то мусор с мусором кто занимается с мусором муниципалитеты в 7 утра они купили значит два грузовика с мусором и вы и перед министерством разгрузили эти грузовики с мусором и стоя там перед министерством они сказали министр мы считаем что это незаконно не разговаривать с нами вы должны пригласить нас на переговоры как вы думаете долго ли времени ушло на начало переговоров один час в девять часов мы были уже на встрече то есть иногда нужно привести кого-то у кого судебное дело но то есть кто-то не хочет говорить с вами значит вы подаете в суд и вы говорите я не хочу идти в суд но мне придется идти в суд если уже попробовали один раз два раза три раза творчески пытались решить этот вопрос иногда люди не хотят вести переговоры потому что вы им угрожаете вы неприятны почему может быть очень много почему они не хотят с вами разговаривать но так или иначе если вы через разговор не можете ничего сделать нужен тактический кнут который посадит другую сторону за стол переговора я человек не наивный это жизнь потому что вы задали вопрос судя по всему из жизни пожалуйста спасибо за удивительно интересную лекцию профессор кристалл я владимир стабников президент олимпус бизнес паблишерс ваш подход к переговорам как поиску соглашения отключается от английского подхода иногда можно добиться цели по-разному ваш подход скорее соответствует российскому подходу разная корпоративная культура отличается российской от европейской поэтому вопрос у вас есть позиция позиция важна вы хотите достичь соглашения вы уже все объяснили ну а если с вами разговаривать псих но в широком смысле слова конечно так что делать с психами вас зовут владимир владимир если вы говорите о психах психиатрическом смысле да тогда с ними вообще нельзя разговаривать если вы говорите о психах смысле что вы не понимаете о чем он говорит что он делает он разрушает бизнес ради чего если вы об этом говорите псих в этом смысле слова то есть вы не понимаете что он делает это легкий тогда вопрос потому что каждый человек рациональное существо люди что-то делают потому что они верят что их действия помогают им чего-то достичь чего они хотят и иногда люди хотят причинить кому-то боль они хотят кому-то отомстить и переговоры с человеком который хочет что-то уничтожить или отомстить и ему не важно что произойдет завтра это конечно очень трудно это очень трудно поэтому обычно в ходе переговоров я не единственный игрок я не единственный переговорщик в армии переговорщика он же может быть так сказать и стрелком в бизнесе вы переговорщик вы специалист по пиару вы серьезный адвокат крутой то есть это комбинация каких-то действий какая-то совокупность но чрезвычайно важно психологически понять какова логика другой стороны вот другого человека который сидит напротив тебя люди говорят о дональде трампе великий человек это же специалист по маркетингу он то что говорит он этого совершенно не думает но он говорит потому что люди аплодируют россия великая отлично россия великая страна россия это зло конечно россия зло украина великая страна да украина великая страна он мыслит по-своему люди считают что кандидат в президенты должен сказать что он сделает когда он станет президентом а он сам не знает он он вот придет в кабинет тогда посмотрим и многие политики во всем мире так поступают но он еще при этом так сказать телешоу устраивает и сказать что трамп психопат нет многие люди в политической системе не понимают что у него на уме я сейчас буду говорить об израильской политики среди наш израильский премьер-министр вчера уволил министерство обороны и вместо него поместил политика у которого крайний так сказать словарь он не экстремист он использует вот такой вокабуляр все его боятся он уничтожает из израиль многие говорят а премьер-министр имеет так сказать свою политическую повестку дня и он считает что такой человек будет полезен надо понять что у человека на уме окажется что он совсем не психопат просто у него другие приоритеты если ваш бизнес партнер сумасшедший палестинец а зачем у вас вообще партнерские отношения с сумасшедшим палестинцем это во первых владимир а во вторых позвоните мне мы что-нибудь придумаем никаких проблем это легко для меня у вас вопрос еще я алекс мати практикум 7 какие-то мощные инструменты для того чтобы так сказать ну разрушить лед недоверие что ли когда другая сторона не хочет вести переговоры но физически они есть но они так сказать сидят тихо и не хотят вроде бы они пришли на переговоры но не так сказать алекс это очень хороший вопрос потому что тут есть четкий набор ответов во первых как взломать лед да они уже пришли в комнату но первая встреча бывает должна быть в нейтральном месте как правило еда на столе правда не кормите человека тем чего он не любит не не ведите в тайский ресторан где дают кукарачей еда выпить и и очень важно профессор гугель из твиттера и яндекса значит сначала изучите все в гугле в яндексе и так далее получите всю информацию об этом человеке что он любит что она любит где она отдыхала прошлом году на шри-ланке вот и начните разговор с того как там шри-ланка он любит яхты давайте проведем обед на яхте мы же все таки в сколково работаем не но это я шучу то есть собрать информацию о человеке и на основе этой информации вы должны понять что у него там за хобби какие у него мнения за что можно зацепиться неофициальная обстановка вот вы растопите ваш лед ну насчет отношений что мне вам подсказывать позвали повторяю неофициальная обстановка если ведете переговоры с иностранцами это сложнее тоже задавайте вопросы изучите их историю надо узнать как можно больше скажем об истории саудовской аравии а в истории панамы ну что ж для меня большая честь выступать перед вами разогреть вас перед германом грефом анна пожалуйста слово вам большое спасибо моти не уходите вы выступаете всегда с нами вам не нужно растопить топить лед видите как много людей пришли к вам снова чтобы еще раз прослушать про зопа все кто собрались здесь или даже те кто не смог прийти они имеют для вас очень теплые слова наш президент выпускников выразит общее мнение нашей ассоциации и скажет вам пару слов владимир спасибо анна спасибо моти спасибо за интересное выступление за то что поделились личным опытом от имени наших студентов за вашу помощь нам приобретение целого ряда уроков благодарим вас за ваш опыт которым вы поделились с нами за все это мы хотим наградить вас фэлло профессор выпускников школ то вам вот вам монтия большое спасибо но спасибо это большая честь и удовольствие придется с ушами правда что то сделать да но большое спасибо владимир очень приятно еще раз хочу сказать да и вчера мои студенты из тель-авива говорили насчет летнего курса в сколково я им сказал приезжайте в сколково потому что люди выпускники человеческий капитал здесь бесценны совершенно это сильнейший актив сколково и ассоциация выпускников конечно же через 10-15 лет что для истории очень мало вот эти выпускники будут людьми которые выведут россию на следующий уровень поэтому для меня большая честь быть частью вашего сообщества спасибо за поддержку ассоциации выпускников помогло